ПТСАУ Тяжелые танки СТ, ну неважно, сгубило и понерфили их, и изменили как-то, так что они сейчас не гнут. Объект 704 со временем становится, наверное, только лучше. Вот посмотрите, выстрел по первому же противнику становится крайне результативным. Удается взорвать БК врагу. И второй выстрел, давайте посмотрим, будет ли он таким же эпичным. Действительно, второй выстрел и опять взрыв БК. Да ладно, вы шутите? Скажите мне хоть один еще танк на девятом уровне, который способен два раза подряд взорвать противником БК. Таких танков, уж поверьте, немного, да, можно там Ягдтигра какого-нибудь или Ваффентрагер ПЗ-4 сказать, но по мне так они сейчас не так сильно гнут, как Объект 704. Ну, может быть, только Ваффентрагер ПЗ-4 может так частично сравниться с Читом 704. Игрок наносит урон еще и Тигру Королевскому. Тот как-то совершенно бесполезно ехал в укрытие, но так не добрался до него. Ну, кто-то нам скажет, что у Объекта 704 плохая точность, фиг попадешь. Ну, давайте посмотрим, какая у него плохая точность. Выстрел с такого огромного расстояния у противника, чуть-чуть там корпус торчал, и именно туда наш герой и попадает. Еще один выстрел с такого расстояния и точно в цель снаряд угодил. Ну, такое возможно только на Объекте 704. Два выстрела, два трупа. И это просто супер круто. Объект 704 до сих пор ждет все напалмом. Кто-то, наверное, скажет, да ладно, игроку просто сильно повезло. Такое бывает там раз в сто лет. Даже палка там иногда стреляет. Но, поверьте, если посмотреть именно на гибы на девятом уровне, то большинство из них будет произведено или на Ваффентрагер ПЗ-4, или на Объекте 704, который нереально просто гнет уже очень долгое время. К тому же, с переделкой точности, снаряд у Объекта 704 чаще всего летит в цель. Из-за этого он в основном и нагибает. Ладно, если бы у него там снаряд постоянно летел куда-то вообще там в сторону, там или попадал в гуслю, сейчас же он летит в цель. Вот посмотрите на этот выстрел. Игрок попадает по Ваффентрагер ПЗ-4, еще и поджигает его. Было бы эпичнее, если бы противник вообще бы полностью сгорел. И зря он высунулся. Объект 704, конечно, никаких шансов ему после этого не оставил. И уничтожил врага. Осталось два противника, при этом один из них довольно опасен. Это, конечно же, Ягдтигр. Ну и Т-28 прототип тоже обладает крайне мощным орудием. Но союзников тут предостаточно. И могут они там вытанковать. У самого Объекта, конечно, ХП уже недостаточно для того, чтобы подставляться. Выезжает Ягдтигр, и наш герой старается попасть, но мажет. Иногда и Объект 704 попасть тоже не может. Но, в принципе, союзники не особо стремятся дамажить. Так что Объект 704 успел вовремя за дамажкой. Он снова замечает этого Ягдтигра и на этот раз просто так не ошибается и наносит ему урон в борт. Потом наш герой прячется, старается аккуратненько высунуться, выцелить уязвимые места. И стреляет, но, к сожалению, не пробивает. Союзники как-то вяло действуют. Как бы тут еще и слив не был, такое тоже может быть. И игрок выцеливает Т-28. И, конечно же, пробивает его в башню. Но и отхватывает от противника. И ХП остается уже совсем мало. К счастью, союзники, наконец, начинают что-то делать и отвлекают на себя внимание Ягдтигра. И игрок добирает в итоге противника и побеждает в этом бою. Итак, вот результат боя. Медаль для Девоптерса, основной калибр и воин. 10 070 урона игрок нанес. И даже смог вытанковать 2140 дамага. 2826 опыта он получил и нафармил 58 тысяч серебра. Ну и на этом все, друзья. Спасибо за просмотр. Желаю вам всего самого наилучшего. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал Игорь Негода.